Приветствую всех, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале конфигодной техники. В прошлом выпуске я вам рассказывал о времени автономной работы трёх последних флагманов от компании Samsung. Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20. Если вы ещё не успели ознакомиться с тем роликом, милости прошу, идём либо в подсказки, либо в описание. Также в том видосе я вам обещал, что в скором времени я проведу ещё один подобный тест. Я думаю, уже все в курсе, что линейка Galaxy S20 получила дисплей с частотой развертки 120 Гц. А как и в случае с разрешением, значение герцовки непосредственно влияет на показатели автономности. То есть, чем выше цифра, тем быстрее разряжается батарея. Но, насколько существенная разница между 60 и 120 Гц? И насколько она повлияет на общее время работы устройств? Это нам как раз таки и предстоит сегодня узнать. И для этого мне понадобится смартфон Galaxy S20 Ultra. Ну а так как в прошлом видео он уже проходил этот тест, но при частоте развертки в 60 Гц, то чтобы не повторяться и сэкономить время, в этот раз мы проведём его только со 120 Гц. Разве что напомню, что в прошлый раз S20 Ultra продержался 6 часов 55 минут. Сам же тест мы будем проводить по старой схеме. У нас есть 8 этапов тестирования, которые мы будем запускать последовательно. Ну и после каждого из них записывать данные в отдельную таблицу. Первые 4 этапа достаточно ресурсоёмкие. Это 30 минут записи видео на фронтальную камеру, затем прогон бенчмарков, потом 1 час игры в PUBG, и запись видео на основную камеру, также в течение 30 минут. А вот следующие 3 этапа относительно лайтовые. Это 1 час просмотра видео в YouTube, 15 минут записи на диктофон, и снова 1 час просмотра видео, но уже офлайн. Ну а напоследок и до полного разряда аккумулятора будет запущена игра PUBG. Да, я знаю, что эта игра не поддерживает частоту развертки в 120 Гц, но с точки зрения репрезентативности было бы неправильно менять эту игру на что-то другое, потому что в предыдущем тесте с галактиками мы использовали именно её. Кроме того, для максимального сокращения возможной погрешности, как и в прошлый раз, на смартфоне будут выключены все службы, кроме Wi-Fi. То есть Bluetooth, мобильная передача данных, геолокация, ну а яркость дисплея будет установлена примерно на 75%. Разрешение включим в Full HD+. Впрочем, Quad HD+, пока что и недоступна при частоте в 120 Гц. Ну а для тех, кто не смотрел наше предыдущее видео, ну либо просто забыл, я хочу напомнить о технической составляющей этого устройства. За его работу отвечает процессор Exynos 990, построенный по нормам 7-мм техпроцесса. Это означает, что процессор должен быть энергоэффективным. Но, наверное, самое главное – это ёмкость аккумулятора. Она составила 5000 мАч. Если учитывать тот факт, что здесь диагональ дисплея практически 7 дюймов, разрешение Quad HD+, 120 Гц и 5G, такого аккумулятора должно хватать с головой. Это в теории. Ну а для того, чтобы узнать, как будут обстоять дела на практике, предлагаю перейти непосредственно к самому тесту. На первых двух этапах разница между 60 и 120 Гц составила всего 1%. То есть, можно сказать, что её фактически и не было. Но зато уже после первого часа игры в PUBG, разрыв начал увеличиваться и дошёл до 4%. Таким же он оставался и после 30 минут записи видео на основную камеру. А вот после часового видео на YouTube, разрыв дошёл до 6%. И завис на этой цифре аж до предпоследнего этапа с фильмом, где он составил уже 7%. В итоге, перед финальным заходом, при 60 Гц оставалось ещё 42% заряда. А вот при 120 Гц только 35. То есть, да, разница несущественна. И ожидать того, что финальный PUBG что-то кардинально изменит, было бы глупо. В итоге S20 Ultra со 120 Гц проработал 6 часов 20 минут. Это всего-навсего на 35 минут меньше, чем в режиме 60 Гц. Да, с одной стороны, в контексте общего теста это немало. Но, с другой стороны, разница точно не в 2 раза. И если попытаться отследить какую-то закономерность, то становится ясно, что разрыв, заметнее всего, увеличивался именно в ресурсоёмких задачах. А особенно в PUBG. То есть, даже если игра не имеет поддержки 120 Гц, нагрузка на процессор всё равно немного увеличивается. Если же говорить о реальном использовании, где какие-то задачи запускаются в режиме 60 Гц, какие-то 120 Гц, то при таких вот смешанных сценариях я предполагаю потери приблизительно от 30 минут до 1 часа работы дисплея. Конечно же, многое зависит от самих сценариев использования. Стоит ли это того, чтобы отказываться от 120 Гц? Я думаю, что нет. Потому что вся вот эта плавность отрисовки интерфейса, она в целом делает работу со смартфоном гораздо более приятней. Я бы по-любому выбрал режим 120 Гц. Хотя, наверное, тут каждый сам пускай решает для себя. Кто-то по-любому забьёт на всю эту красоту и плавность в угоду лучшему времени автономной работы. Ну а ваше мнение, какой режим выбрали бы вы? 120 Гц, либо 60 Гц, плюс приблизительно 1 час дополнительной работы от одного заряда? Пишите в комментариях. Ну, либо участвуйте в нашем опросе. А у меня на этом всё. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Комфигод на технике. Не забывайте ставить пальцы вверх. Делитесь этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.